Всем привет! Вы на канале Покашеварим, это рубрика жертва маркетинга. Вот так-то. Это что значит? Это значит, я по магазинам хожу, мне что-то попадается, я покупаю и тестирую вместе с вами. Сегодня вот такие вот штуки. Это из магазина Лента. Я потому что не видел в таком количестве бренда жаренки в других магазинах, а в Ленте их дофига. Мне кажется, я почти все купил, хотя может что-то и не купил. Это значит у нас колобки с мясом, а такие колобки, мне кажется, я уже пробовал, честно, я помню эту упаковку. Самса с мясом, не пробовал. Чебурешки и пицца. Ребят, все это производит бренд Морозко. Морозко, между прочим, оно и есть Морозко. О-о-о, Морозко в Питере находится. Вот такие штуки. В общем, это конкуренты, что, Дим, ты говорил, этих вот? Чебупелей всякие. Горячие штучки, да. Стоимость этих штук приблизительно 108, 115, 120 рублей. Вот так вот все это разнится, это там зависит от того, есть ли у тебя карта ленты, нет и так далее. Короче, 115 рублей, 300 граммовые упаковки и все мы сейчас попробуем. Посмотрим состав жаренки. Это у нас пицца. Ну, ветчина, сыр и грибы, как бы, вот это вот называется пицца. Мука, вода, ветчина в ветчине. Кстати, смотри, неплохой состав. Свинина, филе куриная, вода, белковый стабилизатор, крахмал, картофельный. Неплохая ветчина. Томатная паста, сыр, грибы, вешенка. Масло растительное, капуста, брокколи. Меланж пастеризированный. Сахар, паприка, натуральное пищевое волокно. Ну, это всякий там бамбук, вот это все, я не знаю, что это. Перец черный, молотый, чеснок сушеный, базилик, все. Ребят, состав, вот пиццы прям одобряю. Состав самсы, ну, кто хочет на паузу поставьте, а я, если что-то найду, скажу. Регулятор кислотности 3-фосфат. Все фосфаты, ребята, это отстой. Перец красный, базилик. Тоже, в принципе, к составу особых претензий нет. Давай посмотрим чебурешки. Птица механической обвалки. Вот, написано, это не очень хороший знак. Ароматизатор говядины. Усилитель вкусы глутамат. Я, в принципе, не против него, но он есть, должен вам сообщить. Краситель сахарный колер тоже пойдет. Это в лимонад его добавляют, буратино. Жир жидкий для фритюра, ну, то бишь, масло. И все. Вот чебурешки немножко похуже по составу. Колобки с мясом. Давай посмотрим. Мука, говядина, масло растительное, свинину, соль, меланж. Три фосфаты, хрен бы с ними. Чеснок, смесь, специи. Все. Отличный состав. Вот у колобков вообще хороший состав. В принципе, вся упаковка, она довольно симпатичная. Но я бы не сказал, что она хорошо проработанная. То есть, здесь какой-то акцент на цветастость, но не на еду. То есть, еда здесь вся какая-то графическая. Что вот это вот нарисовано на компьютере, что вот эти штуки, что чебурешки. То есть, все какое-то, ну, такое. Короче, здесь как будто не про еду, а что такая кислотность, в общем, присутствует в этой истории. Давай колобки. А, оп, и все, да. А у нас закончился энтузиазм. Нам придется вот так вот все ломать. Вот они колобки. Колобки. Давай все будем вскрывать. Прямо у нас хоть одну упаковку получится открыть. Идеально. Виталя просто красавчик. Сниматель скальпов. Вот так вот все открывается. Это мини-самсы. Без свинины, кстати, написано на упаковке. Что же произойдет со следующим экспонатом? Ну, так вот все снимается. Конечно, упаковка не очень удачная. Опа! Это что было-то хоть? Не забыть бы, блин. Так, зафиксировали. Это у нас пицца. Пицца выглядит квадратной. Ну, и чебурешки, они выглядят как чебурешки, да. Тут вообще ничего не подцепить. Поэтому сразу вот так и пошла жара. И вот они, чебурешки. Довольно аккуратные такие продукты. То есть, они сделаны хорошо, симпатично. Выглядят здорово, короче. Надо будет их пробовать и все. Что тут говорить? Взвешивать будем? Давай взвесим. 300 граммов все это должно весить. 330, 326, 344 и 322. То есть, никаких проблем не вижу. Это самса нежна и вкусна, блин. Ну, и, конечно, тут такие. Готовый продукт только разогреть. Так вкуснее, без свинины. Очень много текста, очень много информации. Причем зачастую лишний. Рекомендуемый способ приготовления. Гораздо вкуснее. Прям так и написано. А если разогреть на сковороде, обжарить с добавлением растительного масла в течение 70 минут. И второй способ. Снять защитную пленку, поместить в микроволновку. Никогда такие штуки не разогревайте в микроволновках. Они превратятся в резину и вы не получите удовольствия. Вы, возможно, не получите удовольствие, если и пожарите. Но шанс гораздо больше. Я, конечно же, буду готовить на сковородке. У меня две сковородки. Я по два продукта в каждой приготовлю. Здесь у меня чебурешки с пиццей. А тут колобки с самсой. И обжарим где-то минут 6-7. Все, наготовили. Я 6 минут сделал. В принципе, по внешнему виду понятно, что они сделаны уже. У нас будет такая тарелка ассорти всего подряд. Тарелочка мечты любого студента. Да, честно признаюсь, в принципе, и я такие штуки люблю. Давай будем прям смотреть. Смотри, у нас полная ассорти, да? И самса. Хрустящая зараза какая. Вот сделали бы вы вот это все в микроволновке, у вас бы было ужасно. А так, смотри, я даже не знаю, что говорить. Какая-то улитка получилась. Что это торчит такое? В общем, начинка, она, блин, паштета-образная. Я не люблю. То есть, не структурное мясо, это уже не самса. Это уже не самса, это плохо. Давай распилим колобка. Распилим колобка. Вот колобку, кстати, смотри, давайте-ка респекнем. Начинка в колобке выглядит гораздо интереснее, чем начинка в самсе. Потому что здесь хоть какая-то структура фарша видна. В отличие вот от этой, я извиняюсь, козьей какашечки из самсы плотной. Так, что мы еще не пилили? Давай чебурек. Оп. И посмотрим, что в нем. Из него вывалилась начинка. Она, по-моему, ровно такая же, как и в самсе. Да? Тесто желтенькое и тонкое. Мне нравится тонкое тесто. Это очень хорошо. Ну и последний пациент, это у нас пицца с ветчиной, грибами и всяким таким. Я не знаю, как вам адекватно все это показать. Получается вот такое месиво. Но, тем не менее, да? Сырок. Ветчина мелко нарубленная. Насчет грибов не вижу. Не знаю, там вешенки должны быть. Не, видимо, вот эти вот черные маленькие вкрапления, это и есть грибы, которые порезаны гномиками, маленькими ножичками в такие маленькие кусочки грибов. Что осталось пробовать? Для чистоты эксперимента я беру, естественно, нераскрошенные продукты, готовая чебурешка. Недостаточно сочная, конечно. Если сравнивать с обычными чебуреками, ну, чебуреками, которые только что приготовили. Если в чебуреках есть сок, то здесь сока нет, но при этом начинка влажная. То есть, вот не сочная, а влажная. Вот так вот, в принципе, в принципе, съедобно. Несмотря на то, что фаршик, он как бы так себе, в принципе, съедобно. Давай колобок попробуем, тоже с мясом. О, колобок зашибись. Слушай, колобок вкусный. Во-первых, тут тесто такое, типа, под беляшек. Хотя, видимо, одно и то же тесто они, на самом деле, используют. Из-за того, что оно круглое, и мясо там внутри, мы видели по фаршу, оно адекватнее выглядит. Вкус интересный. Плюс еще там лук, который тоже добавляет сочности. Короче, прикольно, колобочек зашибок. Самса целиком. Ну что, тоже неплохо, кстати. Ну, это не самса, назовем это тоже чебурек, просто треугольный маленький чебуречек. Самса-чебурек вкуснее, чем чебурек-чебурек, короче. Хотя начинка, походу, та же самая. Это, конечно, вообще ничего общего с самсой не имеет. Там нет рубленого мяса, больших кусков лука, вот этого все, этого нет. Но продукт съедобный. Наверное, колобочек повкуснее. Мы сейчас все мясные попробовали, что у нас были. Чебурек на самом последнем месте, колобок на первом, а вот самса между колобком и чебуреком. Самса, пожалуй, лучше, чем маленький чебурек. Но у нас и осталась еще пицца. Блин, ну прям ассортимент один в один, как в горячей штучке, мне кажется. Они друг за другом дублируют. Кто начал эту тему, не знаю, но, в принципе, видишь, популярностью пользуются, да, нажарить, типа, подфельмец себе и затачивать. Наверное, если в соус макнуть, вообще огонь будет. Ваше здоровье. Ну, тоже неплохо, кстати. Что касается этой пиццы, что могу сказать? Вообще, стоит ли я что-то говорить? В целом, ощущение, как будто ты съел сырок дружба, подогретый сырок дружба, как бы с ароматизатором пицца. Вот такой вот. Ну, это по структуре, вот то, что там все мелко порублено, да, кажется, что это единая такая масса. Нехорошо, неплохо, просто как факт, вкус нормальный, то есть вкус такой сырно-вечинный присутствует. Хрустящее тесто снаружи, да почему нет, короче. В принципе, годная вещь. Я говорю, что в горячей штучке, по-моему, мне, в принципе, все нравилось. Я бы не сказал, что я дома покупаю это все. У нас особо никто не ест такое, честно. Хотя я бы иногда, наверное, вечерком бы нажаривал. Ну, в принципе, и горячая штучка, и вот эти вот жаренки, отморозка, весьма конкурентные темы. Сколько сейчас вот чебу, сейчас посмотрим, сколько стоит. Ну, вот, смотри, цены. Первый попавшийся какой-то магазин. Чебупеля 125 рублей, чебупицца пепперони 137, чебупели с ветчиной и сыром. Ну, вот то же самое получается, что вот эта пицца 125 рублей, 300 граммов. То есть, в принципе, вот эта продукция отморозка, как я понимаю, отморозка, она дешевле. Ну, дешевле, чем горячая штучка. Но, по сути, по сути, и то годно, и это годно. Может быть, я это какой магазин открыл, там, типа, азбука вкуса, нет? Давай почитаем еще отзывы. Я не знаю, тут пицца, пицца, морозка попадается. А вот жаренка, ну, давай вот самса, например, да? Вот сколько баллов? Самса, отморозка, жаренка. Отзавит. Причем еще в каком-то старом формате, то есть, это старая какая-то упаковка. Ну, слушай, 15-й год. Красиво выглядит, быстро готовить, просто разогреть. Недостатки. Плохо раскрывается упаковка. Ничего не поменялось с 2015 года. Стабильность, безвкусное тесто и мясо, муки больше мяса. Вот сейчас я бы не сказал. То есть, в принципе, начинки, ну, это колобок конкретно, да? Нормально вообще. Велика жирность, вот кто-то сказал, из недостатков. Недостатки невкусно. Тоже не сказал бы. Возможно, человек в микроволновке подогревал. Короче, зашибись, народная штука. Вызывает изжогу, написал еще один человек, тоже в 2015 году. Вот, ну, в основном, где-то 3-4 балла они получают. Короче, что могу сказать, ребята? Если штука не полезная, это однозначно, то есть, все, что жареное, это там, холестерин. Ну, не мне об этом говорить. Я вообще человек холестерин, потому что я столько в своей жизни вот этого ем всякого для канала, что не мне рассуждать о полезности, но тем не менее. Понятно, что ты не будешь каждый день вот это затачивать, да? Ни горячую штучку, ни морозка, ни чебуреки. И понятное дело, что нет. Но иногда, если хочется, то вот эти продукты годные. И жаренки, и горячая штучка всякие, вот их чебупицы, чебупели и так далее. Единственное, мое мнение, что ни в коем случае, ни в какой микроволновке разогревать это нельзя. То есть, хотите нормально действительно, ну, кайфануть, я бы сказал, кайфануть, пожарьте на сковородке. Заморочитесь, добавьте масло, пожарьте на среднем огне, все зашибись будет, чтобы не сгорело. Вот. В крайнем случае, в духовку закиньте. Вот. А так вообще нормально. Морозка молодцы. Компания, горячая штучка, Вилон, по-моему, нет, не Вилон, неважно, горячая штучка, тоже молодцы. Вот это все, вот это вот можно съесть. Тесто немного, начинки более-менее нормальные, если по рейтингу вы поняли, да. Пицца норм, колобки норм, самса чуть менее, чем норм, чебуреки мне что-то не понравились. Мне кажется, они не очень. В общем, вот, жертва маркетинга. А какая жертва маркетинга? Без оценок, правильно. Оценки. У нас три критерия. Вкус, натуральность, цена. Давайте так, вот смотри. По чебурекам выставлю отдельно, а вот по этим штукам, пожалуй, выставлю одну оценку, которая подойдет под все эти три штуки. Вкус. Я ставлю 4 балла. Норм пойдет. Натуральность, ну, тоже 4, где-то там у нас, почти везде у нас фосфаты в качестве, да, регулятора кислотности. Где-то у нас, правда, ароматизатор говядины был, а где это был, я уже забыл, когда вот несколько начинаешь тупить самса, вот в самсе, по-моему. Нет, смотри, в самсе нормально, короче, в самсе. Давайте будем считать, что в чебуреках. А вы напишите в комментариях, я лоханулся или нет, потому что мы сейчас не сможем пересмотреть все это. Короче, за натуральность тоже ставим 4, и по поводу, что у нас вкуса. А, нет, цены. Ну, я поставлю 5, я не знаю. Вот сейчас посмотрели в онлайне, это я покупал по акции за 108 рублей, как бы с карточкой ленты, без карточки 115. Горячая штучка 120-130 рублей. Подороже маленько. То есть, вот это, получается, выгоднее покупать, даже с учетом того, что это в ленте. А лента не самый дешевый магазин. Что касается чебуреков, то по вкусу я им поставлю Трайбан. Трайбан это удовлетворительная оценка, ну, пожалуй, ощущения такие, то есть удовлетворительно. А вот это весьма даже хорошо. А все оценки, кстати, по продуктам мы также храним у себя на сайте pokoshewarim.ru. Там и рейтинг доставок, там и всякие оценки. И вы можете участвовать, кстати, тоже писать свои отзывы по этим штукам. У нас будет с вами свой местный, как сказать, самый трушный отзовик в мире. Или I recommend it в мире на pokoshewarim. Пишите свои отзывы, тоже там фоточки можно прикладывать. Можно, да, Ним? Да. Можно, говорит, вот. Дима не врет, кстати, да. В общем, на сайт pokoshewarim тоже заходите, участвуйте, пригодится. В общем, все, ребята, жертвы маркетинга pokoshewarim. А что, ну серьезно, цепанули упаковки. Несмотря на то, что они мне в целом не нравятся и они стрёмно открываются. Ну, меня зацепили, поэтому я вот затарился сегодня кучей такой штук. Я не знаю, куда теперь отодевать все. У меня никто это есть не будет. Спасибо за просмотр. Давайте лайки ставьте и пишите в комментах, на что обзор еще сделать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok